Сегодня речь пойдет о диффузном выпадении волос, которое представляет из себя равномерное выпадение волос на всей волосистой части головы. Иногда процесс затрагивает волосы на теле человека, а также область бровей и ресниц и вызывает иногда еще и изменение ногтей. В основном с диффузным выпадением волос к нам обращаются женщины, и их количество больше, чем мужчин, и возраст пациента не всегда сказывается на том, как будет протекать данное заболевание. Иногда в молодом возрасте у нас бывает значительное выпадение волос и значительное поредение, поэтому на это надо обращать внимание. Как вы знаете, рост волос у нас цикличен. Я немножечко вам просто напомню, какие у нас бывают фазы. Первая фаза – это фаза аногена, и в норме 85% волос находится именно в этой стадии. Это фаза активного роста волоса, там происходят активные метаболические процессы, репаративные процессы, и эта фаза требует больших энергозатрат. В это время волос у нас активно растет, фаза длится от 3 до 8 лет, в среднем 4 года. К концу этой фазы все процессы замедляются, и волос постепенно входит в стадию катагена, которая у нас короткая, переходная, и длится 2-3 недели. В результате снижается у нас репарация, рост волоса останавливается, прекращается постепенно выработка пигмента наших волос, и волос входит в фазу килогена. То есть он готовится к тому, чтобы прекратить свое существование. То есть все процессы прекращаются полностью, не вырабатывается пигмент, не происходят репаративные процессы, волосяная луковица начинает отделяться, и новый волос, который закладывается в волосяном фолликуле, постепенно выталкивает старые волосы, он выпадает, а новый волос начинает новый цикл. И так происходит в норме постоянно. Обратите, пожалуйста, внимание на вот эту картинку. Это выпавшие волосы, которые собирали пациенты, и они при большом увеличении. И вы видите, что в фазе анагена и телогена эти волосы выглядят по-разному. Если наши пациенты по нашей просьбе соберут, выпадающие в течение суток волосы нам принесут, то это поможет нам хотя бы предварительно предположить, телогеновая это у нас аллопеция, или анагеновая, что бывает крайне важно для назначения необходимой терапии. Классификацию аллопеции вы все знаете, она включает в себя стойкое рубцовое выпадение волос и нерубцовое выпадение волос. В нерубцовом выпадении волос отдельной группой выделяется диффузная аллопеция, которая, как я уже сказала, может включать телогеновое выпадение и анагеновое выпадение волос. Чем они отличаются? Анагеновое выпадение волос – это выпадение волоса в фазе роста. Обычно оно начинается после сильного, но кратковременного стресса, после какого-то облучения, приема большой дозировки какого-то препарата. И начинается резко и остро через 2-3 недели после вот этого мероприятия. Пациенты видят большое количество волос, которые у них резко выпадают. То есть волос не успевает перейти в фазу катагена, и тем более прекратить процессы роста, и выпадает просто в большом количестве. Телогеновое выпадение волос, оно бывает острым и хроническим. Острое обычно у нас длится до 6 месяцев, а хроническое – от 6 месяцев до нескольких лет. Телогеновое выпадение волос отличается тем, что начинается постепенно, медленно, и спустя несколько месяцев, 2-3 месяца пациент отмечает у нас поредение волос. То есть резкого выпадения, как правило, не бывает. Обычно это связано с какими-то соматическими заболеваниями, длительным действием каких-то интоксицирующих агентов, например, паразитарной инфекции и так далее. Кроме диффузной аллопеции у нас в нерубцовые выпадения волос входит также андрогенетическая андрогенная аллопеция, гнездная аллопеция, патология стержня волоса, гипотрихоза наследственная, трихотиломания. Вот эта классификация по Людвигу, она не используется для описания и оценки выраженности диффузной аллопеции. Она используется при андрогензависимых аллопециях, то есть андрогенетических и андрогенных. Я просто хотела обратить ваше внимание, что при первой стадии выпадения волос поредение бывает настолько незначительное, что при обычном визуальном осмотре мы не всегда правильно можем оценить пациента. Мы не можем оценить, насколько страдает какая-то конкретная область волосяного покрова. Поэтому осмотр желательно проводить с помощью штрихоскопа или дерматоскопа и оценить все области волосястой части головы, лобную, теменную, затылочную и височную. Чтобы понять, все-таки диффузная эта аллопеция у нас начинается, либо это у нас андрогенная или андрогенетическая. В настоящее время для оценки выраженности процесса используется специальная стандартизированная система. Она называется CBN. И оценивается состояние волос на волосистой части головы, на теле, туловище человека. И поражение ногтей также оценивается по этой шкале. Очень удобно ее использовать в своей работе. Причины диффузной аллопеции бывают следующие. Это стресс, состояние истощения, соматические и психосоматические расстройства, лихорадки, инфекционные заболевания, анемия, беременность и лактация, недостаточность питания, диеты. Особенно у нас страдают женщины и мужчины, которые придерживаются строгого вегетарианства и не получают животных белков. Также причиной может быть прием каких-то лекарств, цитостатики, длительный прием других препаратов, интоксикация и облучение. Пациенты с железодефицитной анемией при диффузной аллопеции встречаются у нас достаточно часто. И выпадение волос обычно является вторым признаком после того, как у них истончаются ногти. Они начинают обращать на это внимание. Поэтому наших пациентов необходимо тщательно обследовать. Сейчас возросло количество пациентов с диффузной аллопецией, хотя андрогенная, андрогенетическая всегда, особенно андрогенетическая всегда у нас превалировала. Это связано с тем, что идет заболеваемость коронавирусной инфекцией, это тяжелое инфекционное заболевание, и примерно 15-30% по разным источникам пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию в той или иной степени тяжести, отмечают у себя выпадение волос. Обращаются к нам. Я подробно на этом останавливаться сейчас не буду, потому что в 11.25 будет подробный доклад, как конкретно по выпадению волос после коронавирусной инфекции. Какой же план обследования пациента с аллопецией? Пришел к нам пациент, мы обязательно собираем у него анамнез, есть ли у наследственное выпадение волос, что предшествовало выпадению волос, связывает ли он с чем-то свою аллопецию. Потом мы производим осмотр с помощью трикоскопа и дермотоскопа, и назначаем анализы, обязательно включающие общий анализ крови, и биохимические показатели, которые вы можете посмотреть на этом слайде. Конечно, весь спектр анализов может быть расширен, но это начальные обследования, которые должен проходить наш пациент. Также мы оцениваем гормональный статус нашего пациента, мы оцениваем не только уровень эстрогенов и андрогенов, мы оцениваем также работу надпочечников, а также щитовидной железы. Обследуем пациента на паразитарной глистной инвазии, также выполняем трихограмму и оцениваем ее, и желательно выполнить еще анализ волос на микроэлементы, либо сдать сыворотку крови на микроэлементы. После этого мы начинаем представлять, что же происходит в наших фолликулах. То есть, если наши пациенты страдают соматическими заболеваниями, мы нашли какие-то отклонения, то, конечно, мы привлекаем узких специалистов, такие как эндокринологи, ревматологи и так далее, и они корректируют основной процесс. А мы со своей стороны стараемся повлиять на волосяную фолликулу. Поэтому мы должны понимать, что же происходит в цикле волосяного фолликула. То есть, могут быть нарушения. То есть, может стать короче анагеновая фаза. И волосы в большинстве своем, как при классической диффузной аллопеции, перейдут в телогеновую фазу. То есть, большинство волос будет находиться именно в этой фазе. Могут возникнуть проблемы трансформации волосяного фолликула. Могут возникнуть структурные дефекты волосяного стержня. Ну вот, например, опять же, та же самая железодефицитная анемия, кроме диффузной аллопеции истончения ногтей, у нас еще дает зачастую расслоение стержня волосом. Дефекты регенерации волосяного фолликула также происходят в фолликулах. И может происходить неправильное развитие, либо вообще отсутствие развития волосяного фолликула. При гистологическом исследовании определяется снижение баскулиризации, иннервации волосяных фолликулов. При аллопеции коллагеновый футляр у нас твердеет, то есть фолликул становится толще, потому что нити дермального коллагена, окружающие фолликул, начинают формироваться вокруг него единичными или группами. Этот коллаген, он более толстый, более плотный. То есть, он не похож на коллаген первого и третьего типа, он больше фиброзный коллаген. Фолликул уменьшается в размерах. Вот эти гистологические изменения мы видим при аллопеции. Что мы можем сделать, помогая нашим пациентам? То есть, несмотря на то, что они получают терапию своего соматического заболевания, либо каких-то других изменений, которые вызвали эту аллопецию, мы влияем со своей стороны. То есть, мы можем затормозить развитие катагеновой фазы, чтобы продлить фазу аногены, рост волос, простимулировать фазу аногены в телогеновых фолликулах, которые как бы в спящем состоянии, чтобы увеличивать количество фолликулов, активно производящих волосы, и сократить фазу телогена для более быстрого начала аногеновой фазы. Вот эти лекарственные средства, которые представлены на слайде, они не используются в основном для лечения диффузной аллопеции. Почему? Потому что механизм развития диффузной аллопеции отличается от андроген-зависимых аллопеций, гнездных аллопеций и так далее. В основном используются средства, регулирующие пролиферативные процессы эпидермиси. Несмотря на то, что миноксидил является единственным в России средством, одобренным для стимуляции роста волос и одобренным в ДИА, основное его действенное связано с уменьшением образования 5-альфа-дегидростерона. То есть он моделирует воздействие андрогенов на волосяные фолликулы. В основном он стимулирует рост волос при андроген-зависимом углу синий. Иногда, конечно, есть случаи, когда мы назначаем миноксидил при диффузном выпадении волос, но здесь всегда нужно оценивать влияние миноксидила, 1,2%, которого обязательно оказывает системное действие на организм. И то есть мы должны оценивать пользу или вред. В том числе он не предотвращает потерю волос, вызываемую лекарственными средствами на нарушение питания. То есть он никак не влияет в принципе на диффузную аллопецию. При невозможности его применения, в частности в нашем случае, применяются другие средства, которые в основном направлены на улучшение трофики нашего волосяного фолликула. То есть, например, препарат аминексил. Финостерид также не применяется, несмотря на одобрение FDA, при терапии диффузной аллопеции. В основном он применяется, опять же, при андроген-зависимом облысении, потому что является специфическим конкурентным ингибитором 5-альфа-редуктаза второго типа и не показан для применения еще и у женщин. То есть причины я уже перечисляла, и вы все прекрасно знаете, что причины не являются андроген-зависимыми. Требования к препаратам для терапии диффузной аллопеции должны быть следующие. То есть желательно, чтобы препараты были универсальны. То есть, чтобы они могли применяться как женщины, препарат должен длительно применяться, потому что у нас бывает телогеновая аллопеция, которая длится несколько лет, и поэтому восстановить волосяной фолликул нам требуется большое время, то есть несколько месяцев, тоже иногда даже лет. То есть препараты должны быть безопасные и гипоаллергенные. Обычно это комплексные препараты, которые содержат в себе комплекс витаминов и минералов, которые необходимы для нормальной работы волосяных фолликулов. В частности, таким микроэлементом является цинк, который является обязательным элементом для синтеза белка, в том числе и кератина. Он является мощным антиоксидантом, то есть оказывает антигипоксическое действие на нашу волосяную фолликул, оказывает себорегулирующее действие, а также способствует усвоению и других минералов организмам и волосяным фолликул. А также немаловажное действие заключается в том, что он оказывает антифибротическое действие на волосяную луковицу. Другим компонентом, который зачастую входит в препараты для терапии диффузной аллопеции, это эльцистеин. То есть эльцистеину принадлежит ключевая роль в синтезе проколагена и кератина. Он стимулирует абсорбцию цинка и железа в кишечнике, что также очень важно, и является мощным антиоксидантом. Благодаря низкому молекулярному весу он еще и легко всасывается. Тиамин. Он участвует в активации энергетического обмена, усиливает пролиферацию ядерных клеток матрикса, повышает устойчивость волосяных фолликулов гипоксии и улучшает проводимость нервного импульса. Все это приводит к регенерации кожи и активации волосяных луковиц. Поэтому это тоже важный компонент, входящий в состав препаратов для терапии диффузной аллопеции. Кальция Д-пантетонат, витамин В5 или пантотеновая кислота может тоже входить в состав таких препаратов. При поведении многочисленных исследований по аллопеции, витамин В5 был признан основным фактором в борьбе против поседения волос и является одним из препаратов в первой очереди при заболеваниях волос. То есть он стимулирует анаболические процессы, замедляет катаболизм, участвует во всех видах обмена веществ, а также снижает потребность волосяных фолликулов в кислороде, оказывает противовоспалительные и противоаллергические эффекты. Никотинамид также входит в состав препаратов для терапии и активное воздействие витамина В5, то есть никотинамида, это связано с тем, что он входит в состав НАТ и НАТ, в которые являются коферментами, кофакторами ряда ферментами. Он регулирует окислительно-восстановительные процессы в организме и в результате мы видим антигипоксическое действие, улучшение микроциркуляции, он участвует в синтезе меланина и кератина, и в результате чего наш волосяной фолликул начинает более хорошо себя чувствовать. Медь – это важный микроэлемент, который также назначается нами в терапии. Он активно участвует в синтезе меланина, предотвращая и замедляя появление седины, а также участвует в процессах образования коллагена и эластина. Биотин повышает усвоение белков и участвует в синтезе кератина, утолчая стержень волоса, предотвращая расслоение волос. Поэтому этот препарат особенно важен при таких патологиях, как патология стержня волоса. А также этот витамин необходим при терапии железодефицитной анемии, когда у нас также расслаивается стержень волос. Экстракт зеленого чая сейчас, в настоящее время, встречается во многих препаратах, потому что является очень мощным антиоксидантом. И это основное его действие. То есть он оказывает антигипоксическое действие и улучшает микроциркуляцию. В результате оказывает стимулирующее действие. Все эти компоненты вы можете увидеть в составе разных препаратов, но в частности один из препаратов называется пантопровид. Вы видите, что там в составе у нас есть цельсистиин, экстракты различных растений и активные ингредиенты. Как раз цинк, медь, железо, никотинамид и целый комплекс витаминов группы В. Поэтому этот препарат может занять по праву важное место для терапии диффузной аллопеции. Применяется он один раз в день во время еды и рекомендуем его прием длительный от двух месяцев. И что удобно, что в упаковку как раз входит 60 капсул на два месяца. Кроме наружной терапии, кроме перорального назначения различных средств, кроме терапии основных заболеваний и других причин, которые вызывают диффузную аллопецию, в косметологии и в трихологии еще используются дополнительные методы. Например, такие, как плазмотерапия. То есть это инъекционное введение в дерму плазмы, обогащенные тромбоцитами. Большое количество тромбоцитов выделяет фактор роста эндотелия сосудов, трансформирующий и инсулиноподобный, и тромбоцитарные факторы, в результате чего образуется еще и фактор роста фибробластов, и плазмотерапия у нас продлевает фазу аногена. Также мы применяем мезотерапию, то есть это инъекции уже готовых мезотерапевтических препаратов, которые в настоящее время существуют на рынке. В основном это либо коктейли, содержащие микроэлементы, либо коктейли, содержащие витамин генерального комплекса. Также используется микронидлицы в рынке, озонотерапия, которая может тоже применяться в разных видах, в виде инъекций в дерму, непосредственно озона в соответствующей концентрации, либо озон поступает по специальному приспособлению, непосредственно к волосистой части головы, и насыщает ткани кислородом, усиливает кровообращение, и ускоряет обменные процессы. Также мы активно применяем физиотерапию, ну например, такой способ, как дарсонвализация, используется очень давно, и тоже дает неплохие результаты, потому что он значительно усиливает микроциркуляцию, что немало важно, усиливает лимфоотток. Криомассаж волосистой части головы для улучшения микроциркуляции, массаж головы воротниковой зоны, электрофорест на воротниковую зону, и так далее. Также активно применяются низкоэнергетические, или как мы их называем, терапевтические лазеры, ну например, мустанг, применяется с целью активизации обменных процессов и ускорения пролиферации. Если мы будем использовать комплекс различных средств в нашей терапии, то это дает очень неплохие результаты в терапии диффузной аллопеции. Поэтому спасибо вам большое за внимание.